Когда компания растет, это выдвигает новые требования к уровню профессионализма сотрудников. И можно достаточно часто услышать жалобы, что хороших кандидатов нет на рынке, или то, что внутренние кандидаты, они недостаточно хороши для новых открывающихся позиций. Каждая компания обладает HR-брендом, брендом работодателя. И этот HR-бренд, он может работать либо на компанию, либо против нее. Есть масса причин, по которым люди выбирают компанию. И если эта компания интересна кандидатам, они готовы прийти в эту компанию за опытом на умеренные зарплаты. Но бывают ситуации обратные, когда сотрудники слышали много негативного о своем потенциальном работодателе и на эксперимент над собой они просто не готовы. К счастью, у компаний, благодаря программе Одизиса, добавляется много шансов, как усовершенствовать работу внутри и стать привлекательной для сотрудников. В частности, программа Одизиса позволяет учить компанию благодаря собственному ресурсу. И компания становится самообучающейся, сотрудники учатся у самих себя, межфункционально взаимодействуют. И уже благодаря этому степень удовлетворенности и та информация, которую они транслируют на рынок, становятся союзниками работодателя и привлекают новых экспертных людей. Так что, если говорить о программе Одизиса в целом, то работают на профессионализм два фактора. Первый фактор – это повышение профессионализма изнутри благодаря межфункциональному взаимодействию. И второй фактор – это то, что имидж компании таким образом улучшается, и в компанию приходят люди, которые этой компании будут полезны.